Моя лекция посвящена неускорительному нейтрино Вчера мы слушали лекцию Олега Самойлова про ускорительный нейтрино Поэтому моя задача несколько упрощается Если провести некоторую классификацию нейтрино Достаточно искусственную Можно считать, что есть источники, которые создаются людьми И есть некоторые естественные источники Искусственные, конечно, это ускорители Но помимо этого есть ядерные реакторы, которые являются источниками антинейтрино Ядерные реакторы могут быть стационарными, как атомные станции Могут быть на подводных лодках или на атомных ледоколах И есть такие предложения подогнать атомный ледокол, например, к верегам Японии Где есть большой детектор нейтрино И попытаться делать какие-то измерения И существуют еще и затопные источники В принципе, есть уже измерения с затопными источниками Когда видят нейтрино от конкретных изотопов Например, кром-51, аргон-37 Есть предложения по использованию других источников И большой класс естественных источников О которых говорили другие электры Дима в частности Прежде всего, это солнечные нейтрино, о которых я собираюсь очень подробно рассказывать Атмосферные нейтрино Есть антинейтрино от естественных радиоактивных изотопов в Земле Этому будет посвящена фактически вся моя вторая лекция Я буду достаточно подробно об этом рассказывать Очень интересная тема И, наверное, об этом сейчас пока что нельзя еще найти в учебниках Может быть, даже монографии нету Есть обзоры максимум Поэтому это такая очень новая, очень интересная тема Скажем так, тема последнего пятилетия И есть еще нейтрино, которое мы ожидаем И которое мы видели в вспышке Здесь написано, что последняя в 1987 году Но она была первая и последняя, в которой видели нейтрино Ну, начнем с солнечных нейтрино Ну, прежде всего, как светит солнце Ну, все знают, что 4 протона перерабатываются в гелий Освобождая энергию Ядро гелия легче, чем 4 протона Приблизительно она 0,7% И освобождающаяся энергия питает солнце Ну, если сделать какие-то расчеты Ну, известно, что в реакции выделяется 26,7 мева Сопровождается эта реакция вылетом двух нейтрино Известно, сколько солнца излучает 4 на 10,26 ватт Можно поделить одно число на другое В соответствующих лицах получить, что Приблизительно 2 на 10,38 нитрино Излучает солнце в секунду Ну, в массе это 600 миллионов тонн водорода Каждую секунду перегорают 596 миллионов тонн гелия Ну, 4 миллиона тонн выделяется в виде энергии, соответственно Ну, можно еще вот некоторые Занимательные факты привести Каждую секунду солнце производит В 10 в 5, 100 тысяч раз больше энергии, чем человечество произвело За всю свою историю Ну, и еще один интересный факт Что удельное тепловыделение солнца Это всего 2 на 10,4 ватт на килограмм Тут вот Николай считал у меня на глазах Энерговыделение человека Но у него получилось 10 ватт Ну, по порядку величины Ну, если поделить на массу Николая То это где-то 0,1 ватта на килограмм То есть Николай производит В 500 раз больше, чем килограмм солнца Килограмм Николая Ну, это примерно в энерговыделении Как у кучи преющих листьев Но единственная разница, что куча преющих листьев Не будет преть миллиарды лет Это характерное время Да, характерное время реакции Внутри солнца или как? При давлении солнца или как? Да, да, да Я сейчас объясню Еще у меня есть пояснение Реакция очень медленная 8 на 10 миллиардов лет Вообще, как такая реакция возможна? Температура в ядре всего 15 миллионов градусов Это, соответственно, можно пересчитать 1,3 кэва Ну, реакция ядерная невозможна При таких энергиях Но нас спасает То, что солнце светит Распределение Максвелла У распределения Максвелла Есть длинный экспоненциальный хвост И поэтому есть энергии и побольше, чем 1 кэв Ну, с маленькой вероятностью Вот здесь нарисовано распределение Больсвелла-Максвелла Температурное И сечение реакции Ну, оно откуда-то из нуля идет и растет Чем больше энергия, тем больше сечение реакции Если одно умножить на другое Ну, это не свертка, как иногда говорят Конечно, это просто произведение То получится вот такой печок Который называется пиком Гаммала Ну, и, собственно, естественно Все реакции идут под этим пиком Ну, то же самое, только в логарифмическом масштабе Ну, видно, что вот Начинается не от нуля Но есть какой-то пик Впервые цепочку реакций солнечных Потому что у нас не только ПП-реакция И вы наверняка слышали, что нейтрино присвоят некие маркеры Говорят о бордных нейтрино, бериллиевых нейтрино, ПП-нейтрино Ну, вот я сейчас подробно объясню Потому что речь будет идти об измерении всех этих типов нейтрино Ну, впервые прописал цепочку Ганс-бета В 30-х годах он над этим работал Ну, справедливости ради следует отметить Эдингтона У которого было вообще очень много идей Ну, и вот, в частности, он придумал, что температура может быть достаточно высокой Для того, чтобы солнце шли и термоядерные реакции Ну, получил Нобелевскую премию за этот вклад То есть этот вклад был посчитан научным сообществом очень важным Ну, и вот это вот одна из цепочек, которые выписал бета Ну, я не знаю, все ли реакции были в его оригинальной работе Вот чего точно не было в его оригинальной работе Это, ну, вот этих значков нейтрино Нейтрино он вообще не рассматривал Ну, хотя они уже там к 36-му году были предсказаны Пауле Ну, давайте посмотрим на эту картинку более внимательно Значит, ПП нейтрино Которые связаны со светимостью Солнца Ну, вот то, что я говорил То есть это основная реакция Ну, можно посчитать 99,75% энерговыделения идет через эту цепочку То есть фактически все нейтрино, это вот они Ну, есть еще вот небольшая трехчастичная реакция Которая дает вклад 0,25% Пи и Пи, так называемая Тоже сопровождающаяся выделением нейтрино Дальше идет вот здесь вот цепочка ДП-гамма Ну, она не сопровождается выделением нейтрино Здесь три выделения дальше, ниже по цепочке 86% это слияние двух ядер трития без альфа Гелий-3 альфа-гамма реакция Которая важна, потому что вот То, что впервые зарегистрировало, было ниже по цепочке Ну, есть еще достаточно очень маловероятная Три типы реакция Ну, которая тоже сопровождается нейтрино Очень высокоэнергетичным Это самая высокая энергия Но вероятность такой реакции мала Поэтому таких нейтрино достаточно мало Ну, после третьей альфа-гамма реакции Есть еще два ответвления Вот очень важная бериллиевая нейтрино В этой реакции возникает захват электрона на бериллии седьмом Ну, возможно, переход образуется леди седьмой Он может образовываться в основном и в возбужденном состоянии Соответственно, есть два моноэнергетичных нейтрино В этой реакции Ну, и по другому ответвлению Здесь вот есть реакция бериллии-пэ-гамма И чуть ниже вот бор-восьмой распадается Ну, все эти нейтрино Это не антинетрино Ну, то есть все реакции Скажем, здесь вот обратный электронный Здесь электронный захват Здесь просто обратный бета-распад То есть бета-плюс реакция То есть все это нейтрино Ну, что тут можно сказать Что, ну, понятно было, что вот можно измерять Регистрировать пэ-нейтрино Но их больше всего Но это самая сложная реакция для регистрации Потому что граничная энергия Это граничная энергия нейтрино Которая образуется в этой реакции Всего 420 килоэлектронный Это достаточно мало Ну, как я говорил, самое сэкономередичное здесь Ну, было уже заранее известно, что их очень мало Сечение этой реакции очень слабо Ну, задумывались о регистрации бордых нейтрино Маленький вопрос А здесь же явно не все реакции расписаны, которые возможны Ну, в ПП-цепочке, наверное, не все расписаны Да, но есть еще и другие реакции Просто они дают намного меньше фронт Такой вопрос Как бы здесь вот везде у нас электроны поглощаются Электронов здесь вот во всех этих реакциях Нигде их не выделяется Плюс выделяется очень много позитронов Откуда там вообще тогда электроны остаются? Не, ну так просто, наивно совершенно Ну, куда-то уходят, естественно Не, наоборот, откуда они прийти должны То есть они уходят, а понятно, куда там Много уходят, а откуда они приходят В исходном возрасте они были сразу Должно быть или? Не, ну они понятно, они были сразу Ну, вот там посмотрите, сколько там позитронов выделяется Они же... Но в конечном итоге больше нейтронов В начале, если... В самом начале Солнце стоит там на три четверти из протонов Должно быть где-то электричество? Ну, естественно, вот так все равно не видно Потому что здесь все в процентах Видишь, что есть ответвление Ну, вот здесь вот Вот эту реакцию нужно вообще не считать Ну, если мне можно считать Вон там вот протон, бил протон выделяется позитрон Позитрон, по сути, ну, как бы должен проанимидировать электроны Они же легкие, они как бы друг друга быстрее найдут То есть у нас количество электронов должно, ну, быстро падать И вот там еще есть реакции, в которых, ну, электроны часто там билилина Ну, конечно, если весь водород Солнца превратить в гелий То электроны должно стать в два раза меньше Лавина еще в процессе этого Да, ну, очевидно Ну, во-первых, это очень медленный процесс Поэтому там, естественно, все и стабилизируется Давайте я все-таки дальше пойду Это не единственная возможная цепочка реакций Так, ну, а, на чем я остановился на том, что появилась мысль в какой-то момент Измерять горные нейтрины Потому что у них тоже довольно высокая граничная энергия Я чуть позже покажу спектр, как они выглядят Но проблема была в том, что, ну, расчеты были теоретические То есть очень тяжело измерять Ну, при КЭВе просто невозможно Даже до сих пор не умеют при одном КЭВе измерять сечение таких реакций Там сечение фемтобарной, пикобарной и даже меньше Это очень непростая задача Но вот это сечение померили в 1958 году И оно в эксперименте оказалось в тысячу раз больше, чем ожидалось теоретиками Чем посчитано было на бумаге Это было, конечно, все теоретики пришли в огромное возбуждение Возбуждение передалось экспериментаторам И начали готовить просто эксперименты Потому что стало понятно, что никто не надеялся увидеть эту реакцию А тут выход в тысячу раз больше Но впоследствии, в 1960 году промерили сечение этой реакции Оно оказалось маленьким Поэтому более-менее это компенсировало большое сечение реакции вот этой Помимо ПП-цепочки Ну, опять-таки, тот же Ганс-Бета Придумал и углеродно-азодный цикл Ну, точнее, самый простой ЦН-цикл, который здесь нарисован Но это не цепочка уже, а цикл Потому что здесь вот эти ядра, они выступают как катализатор Ну, конечный итог тот же Водород перегорает в гелии В цепочке образуется вот оно, ядро гелия И на соответствующих участках цепочки поглощаются протоны В этой реакции образуются два типа нейтрина Ну, есть еще небольшое ответвление у этой цепочки Здесь не нарисовано И там еще один тип нейтрина Но на два порядка, по-моему, там меньше сечения Поэтому ее можно пока не рассматривать Ну, если встает речь о регистрации нейтрина от Солнца То, естественно, тут же встает вопрос о модели То есть пока модели не было Ну, было бессмысленно достаточно измерять потоки нейтрина Ну, в общем-то, а зачем? Если проверять-то нечего То есть должна быть модель Первую модель построил Шварцшильд в 1957 году Так называемая эволюционная солнечная модель Судьба Солнца в этой модели прослеживалась от самого начала От газа облака 4,5 миллиарда лет 4,5 миллиарда лет – это возраст самых старых метеоритов Солнечной системы Считается, что это и возраст Солнца И модель построена была таким образом То есть стартовали с самого начала И получали современное значение параметров Ну, макроскопических параметров, которые наблюдаются Светимость, масса, радиус С 1964 года эта модель называется стандартной моделью Солнца Или ССМ Стандартная солнечная модель Но следует иметь в виду, что Множество расчетов было сделано под этим названием И сейчас чаще всего, когда говорят о стандартной солнечной модели Говорят о модели, которую разрабатывал Джон Деколл с сотрудниками Ну, некоторые люди говорят, что стандартная модель – это то, что делал Джон Деколл И сотрудники продолжают делать, потому что Джон Деколл убил в 2005 году Бокал, наверное? Бокал или Бекол? А вот по-разному, в общем-то Ну, Бокал... Бекол, вообще-то я привык Но по-русски почему-то Бокал везде пишут Ну, да, его книжка вышла по имени Джон Деколл В переводе на русский язык Так, ну, стандартная модель Солнца Здесь плохо читается Но вот что следует отметить Например, солнечная светимость Измерена с точностью 0,35% Возраст 4,52 млрд лет С точностью 0,04 по самым старым метеоритам Как я сказал Масса 1,989 Это 0,02% Радиус тоже с точностью 0,01% Ну, еще входные параметры уравнения состояния Некоторые условия непрерывности параметров На выходе в том числе получаются нормировки Для соответствующих потоков нейдрина Так, ну, хорошо Так, на выходе мы получаем потоки нейтрина Ну, и есть еще один параметр, который можно проверять Это гелия-сейсмология На Солнце наблюдаются свои впускные волны И они тоже, как бы, предсказываются моделями Но об этом я говорить не буду Но есть согласие с космологией моделей С наблюдением гелия-сейсмологии Ну, вот я тут хочу еще пару прозрачек показать Про один эксперимент Который измеряет фактически солнечные реакции В Гран-Сасса, в лаборатории Гран-Сасса В Италии построен электростатический устаритель Ну, сначала он был 50 КФ Потом они довели энергию до 400 КФ Ну, и задачей их была Ну, вот как здесь написано В лаборатории для подземной ядерной астрофизики То есть они одну за одной берут реакции И стараются их промерять при малых энергиях 50-400 Начали они с измерения реакции гелия-3 2П гелия-4 Это вот эта реакция Потому что если бы здесь было не 86, а побольше То, соответственно, было бы меньше сюда Ну, и как вы знаете То есть я об этом буду рассказывать Ну, наверняка все знают, что была такая проблема с солнечной третиной Когда начали регистрировать солнечные нейтрино Первыми зарегистрированы были Борны Их оказалось в три раза меньше, чем предсказывала модель Ну, поэтому, естественно, пытались найти в том числе астрофизическое нерешение То есть подогнать модель И вот эта вот реакция была очень важна Другая реакция, которую они посчитали Это вот ДП-гамма-гелий-3 Опять-таки на этой картинке она вот она Она очень важна на первом этапе, когда запускается вот эта реакция И вот эта вот не пропускает дальше Поэтому она важна на начальном этапе эволюции И вот интересная штука Реакция НП-гамма, но для ЦНО-цикла Это самая медленная реакция в этом цикле И ее измеренное сечение, это 3-4 года тому назад было опубликовано Оно оказалось в два раза меньше, чем предсказанное теоретиками И из этого следовали тут же некоторые астрофизические в том числе выводы Например, возраст глобулярных кластеров Это самые кластеры в галактике Выросли на, ну, фактически на миллиард лет До 14 лет То есть ошибка на уровне 1 на 14 На уровне 5-6% Ну, об этом я уже сказал В том числе результаты этих экспериментов позволили улучшить точные предсказания Солнечного аналитика Например, для бериллия 7-го Ну, на уровне 10-12% были предсказания После того, как сечение промерили, естественно, точность увеличилась Олег, этот ускоритель-то зачем? Чтобы там сталкивали вот эти ядра и смотрели? Да, да, именно эти ядра сталкивают, настраивают Месяцами проводят измерения Потому что сечение Те солнечные И вот это не когда-то не хватает, чтобы тарвайлер на синтез начался? Это синтез не начинается? Нет, синтез... Синтез-то когда энергия производит? Ну, там сечение есть, но оно очень маленькое Поэтому нужно очень долго ждать пока Ну, скажем, одно событие в месяц А там измерялись или на при этих энергиях? В лаборатории? Ну, вот у них нет Ускоритель 50 кэф, естественно, они при 50 кэф измеряли Сейчас они при 400 кэф измеряют А на солнце кэф? На солнце кэф, да Но при кэф, к сожалению, придется ждать уже миллиарды лет, наверное, чтобы измерить Ну, зависит, конечно, еще от потока Он сильно точный достаточно А как там от энергии зависит сечение? Все-таки измерено в каком-то интервале? Какое там... Ну, там теоретические предсказания Ну, вот это экспоненциальное падение Ну, вот видно, что оно... Экспериментальное измеренное меня интересует Экспериментальных данных очень мало И фактически все экспериментальные данные Это от Луны Я про них поспрашиваю Да, но это все можно посмотреть в статьях То есть это как бы не является целью моей лекции Это просто некая иллюстрация того, что делается Только один более общий вопрос Я понимаю, в ПП-цикле, ну, солнце еще горит, потому что ПП-реакция такая медленная То есть ее, наверное, измерять нельзя Пока, наверное, не измерили, да? То есть просто почти... Ну, там, наверное, теоретические расчеты очень разные Все-таки частичная реакция достаточно простая Но измерения, наверное, нет, да? Вот ПП, там, та, которая маленькая, вот она посложнее У Димы, по-моему, там были какие-то идеи по поводу расчета? Ну, в общем, вопрос просто такой В ПП-цикле это ПП-реакция, которая тормозит, так сказать Чтобы это было медленно в общем случае Да, 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 конечно Чтобы солнце горело долго, да? Да, да, да А в этом углеродном цикле это какая? НП-гамма 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 И она тоже не измеряется тогда, или как? Вот это, нет, ее измерили То есть, там не нашли никаких особых резонансов Но выяснили, что в два раза у нее медленнее То есть, ну, она самая медленная Поэтому, естественно, скорость всего этого цикла, она определяется этой реакцией Но, тем не менее, достаточно большая, чтобы измерить Чтобы там действительно получить негативное... Да, да, ну, по-моему, они регистрировали два события в месяц Вот при этой энергии А ПП это исключено, да? ПП? Я не знаю, дойдут ли они до ПП ПП они пока не измеряли Но я думаю, что такая задача не стоит, потому что все-таки считается ПП Вот Так, ну, вот еще одна картинка, которая показывает спектр уже солнечных нейтрино То есть, ну, вот уже, как бы вы уже знаете Вот они ПП То есть, по вертикальной оси отложен поток нейтрино В единицах, в обычных единицах, которые считаются По потоке на квадратный сантиметр за секунду Ну, здесь на уровне... Общая нормировка на уровне 10-10 Ну, штук через квадратный сантиметр То есть, через кончик пальца у вас проходит 10-10 в секунду Ну, вот они реакции ЦНО цикла Н1313 и ФТОР17 Ну, как я говорил, одна из реакций на два порядка меньше, чем другие Но из тех, которые доступны наблюдения, это, конечно, БОР-8 Если бы это была не двойная логографическая шкала, вы бы узнали, наверное, просто обычный бета-спектр Бета-плюс в данном случае Есть вот эта вот очень редкая, но с очень высоким граничной энергией HEP реакция Есть две монолинии Одна от PEP нейтрина И две от бериллия 7-го Вот это вот 90% бериллиевая реакция И здесь вот 10% в районе 400 км Это 862 км Ну, это как бы обратно этот сталь Да, естественно, это зеркальный Да, да, да Ну, вот здесь вот еще на картинке нарисованы пороги чувствительности разных экспериментов О которых я буду рассказывать позднее Ну, вот видно, что часть детекторов измеряла только БОР-8 Один из детекторов цеплял Берилли 7-й И только один детектор в виде частичного ПП нейтрина Ну, модели выдают предсказания для нормировок этих потоков Потому что форма потоков, она фактически берется стандартные бета-спектры И нас интересуют нормировки Ну, получаются они из моделей Сейчас на рынке есть две таких, скажем, модели, которые широко обсуждаются Это так называемые ХАИ-З и ЛОУ-З модели Ну, это Z относится к... Иногда еще используется термин металличность Металлы в этом смысле все, что тяжелее гелия на Солнце И есть вот две колонки предсказаний Но здесь единицы не написано Ну, ПП, например, это единица 10-10 Берилли это 10-8 БОР это 10-6 единиц Ну, видно, что слегка отличаются предсказания для ХАИ-З и ЛОУ-З Для ПП, конечно, отличие минимальное Потому что ПП просто пересчитывается из светимости Тут очень мощное ограничение Но для бериллия БОРа свобода побольше Тут порядка 10% разница есть Для БОРа даже больше, чуть ли не 20% Это сейчас что вообще? Ну, это общая нормировка потока Ну, например, вот это вот число Это 5,94 умножить на 10,6 на сантиметр за секунду Ну, я надеюсь, я вас убедил Что изучая нейтрино, можно изучать то, что происходит в центре Солнца Ну, свет, как известно, идет из центра Солнца Порядка 100 тысяч лет А нейтрино, ну, пренебрегая скоростью света, мгновенно доходит И вот сейчас мы переходим к части детектирования нейтрино Ну, первая методика детектирования Была предложена Бантекорова еще в 1946 году Был у него репорт, доклад, который он опубликовал В лаборатории Чалк-Риве Это реакция обратного Ну, нейтрино на хлоре-37 Обратный бета-распад Образуется радиоактивный аргон-37 Который распадается, опять-таки, в хлор С испусканием гамма-квантов, либо АЖ-электрона Очень малая-малая-маленькая энергия выделяется Порядка 3 кФ Очень тяжело ее зарегистрировать Ну, вот в Советском Союзе и в Штатах к 60-му году, скажем так, методика была разработана Были разработаны миниатюрные пропорциональные счетчики Которые умели достаточно надежно регистрировать этот аргон Ну, с хлором проблем нет То есть его можно сколько угодно, скажем так, использовать в эксперименте Проблема выделить аргон Но, опять-таки, аргон это благородный глаз Методики были разработаны Через хлор продувается тоже какой-то благородный газ И потом на счетчиках конденсируется, выделяется и считаются атомы аргона В чем проблема регистрации нейтрина? Ну, надеюсь, вы понимаете, что сечение очень маленькое Ну, 10-44, 10-45 это обычные единицы, которыми оперируют при расчетах нейтринных сечений То есть, поэтому, чтобы зарегистрировать достаточное количество атомов Нужно огромное количество вещества Ну, вот у Бруна Пантекорова есть в УФН опубликованный в 1956 году У меня там будет дальше ссылочка Посмотрим То есть, он приводит пример Что для того, чтобы заметно поглотилась нейтрина Скажем, поток упал в два раза Нужно соорудить чугунную стену от Солнца до орбиты и еще в миллиард раз больше То есть, можете себе представить Ну, первым экспериментом, который был построен, который реализовал эту идею Это был эксперимент, но он называется «Холмстейк» по имени шахты В которой он расположен, это золотая шахта в Южной Докоте Осуществил этот эксперимент Реймл Дэвис младший Не знаю, кто был старше Он вроде физиком не был И в 2002 году он получил за этот эксперимент За пионерский эксперимент С фраулировкой за пионерский эксперимент нейтриной физики Он получил Нобелевскую премию За создание нейтрино-астрономии Использовался для регистрации нейтрино Использовался резервуар Вот масштаб, это 600 тонн перхлоротилена Но перхлоротилен это обычная хлорка Которая используется для дезинфекции Которую все хорошо знают Детектор был, как я сказал, расположен в шахте На глубине полтора километра Вот поверхностью земли Соль не используют? Там хлора тоже много Ну, наверное, тяжело выделять Вот из хлорки оказалось легко выделять Продувание просто Ну, такая же Не знаю Зачем нужно забираться под землю? Вот ученые-физики Очень странные люди Для того, чтобы гулять за Солнцем Они забираются глубоко под землю Ну, это, конечно, для того, чтобы защититься От потока космических мионов Вот здесь нарисован поток мионов Ну, опять-таки, в тех же единицах На сантиметры за секунду Здесь глубина в километрах водного эквивалента Обычно используется Ну, чтобы сравнивать разные шахты Потому что породы везде разные Обычно пересчитывается в метры водного эквивалента Ну, и вот несколько лабораторий Широко известных Вот Камиока Про этот эксперимент я буду рассказывать У них 2200 метров водного эквивалента В Грансасе 3200 метров водного эквивалента Самое хорошее в этом смысле Это шахта в Канаде Эксперимент в Канаде Который проводится в Садбере У них 6000 метров водного эквивалента Самая хорошо Лучше всех защищенная шахта Ну, иногда используются разные величины Ну, вот когда шахта И просто под плоской поверхностью Понятно, что мы можем дать просто глубину Когда эксперимент находится под горой Вот как в случае в Грансасе То иногда используется вот до верхушки горы Иногда вот эта боковая Поэтому числа могут отличаться Для Грансаса, например, она дает 3200 Это как раз вот эта боковая глубина залегания И 33500 это вот по вертикали Ну, опять-таки потоки разные Потому что в основном приходят сверху Отсюда поменьше А глубина боксана какая? Так, глубина боксана Так, у меня здесь нет ее, к сожалению Но она лучше, чем Грансаса Но хуже, чем Садбери Где-то здесь Где-то 4400 И чуть хуже, чем холмстейк Нет, лучше У холмстейка полтора Да, 4,5 Да, чуть-чуть Где-то, ну, одинаково приблизительно Как холмстейк Но холмстейк, эта глубина Она не так важна была Как эксперимента прямого счета Ну, и есть еще какая-то другая проблема Помимо мионного потока Есть еще нейтронный поток Но он связан, естественно, с мионным Глубина боксана не больше полутора километров Водного эквивалента Нет, речь идет о водном эквиваленте Так, ну, вот на этой картинке представлены уже результаты Может быть, картинка, конечно, не специалисту ни о чем не говорит Ну, я поясню Вот это вот Отдельные экстракции Ну, как я говорил Это радиохимический эксперимент В чем недостаток радиохимического эксперимента? То есть вы должны накопить некое количество атомов Прежде чем сделать экстракцию То есть вы Вот налили бочку 600 хлор Перхлорэтилена Подождали 3 недели Потому что, ну, время распада Аргона 37-го, который накапливается Приблизительно 35 дней Ну, приблизительно столько не надо ждать 35 дней Потому что дальше этот аргон начнет распадаться Смысла ждать дальше нет Ну, просто можно решить простое дифференциальное уравнение То есть с одной стороны он накапливается за счет взаимодействия с нейтрином С другой стороны он начинает распадаться Ну, где-то есть оптимум, где можно остановиться После этого эксперимент Ну, естественно, остановить его нельзя Но быстренько сливается жидкость Быстренько выделяется аргон И производится подсчет Вот за 25 лет было извлечено 2200 атомов аргона 37-го То есть можете представить себе этот труд Это не грамм добычи в год труды Это намного меньше добычи Результат полученный Это 256 плюс минус 0,16 Так называемых Здесь вот используется solar neutrino unit Это 10 минус 36 взаимодействий на атоме мишени в секунду Ну, или одно взаимодействие на 10 в 36 атомах мишени Ну, удобно единицы, потому что числа получаются не очень большие 2,56 в сравнении с теоретически предсказанным модельным Это 30% Это где-то треть от того, что ожидалось Вот, естественно, этот результат сильно возбудил тут же теоретиков Потому что на тот момент Рэй Дэвис сделал эксперимент Джон Беккол занимался моделированием Работали они в связке, очень в плотном контакте Поэтому знали, что там происходит Но Джон Беккол как не пересчитывал У него в три раза поток упасть не мог И с другой стороны В какой-то момент Рэй Дэвис был тоже абсолютно уверен в правильности своего эксперимента Поэтому, по крайней мере, для этих двух людей Разница, проблема была очевидна Ну, естественно, они донесли свои знания до других людей И, как вот вчера, это неоднократно говорилось Когда появляются такие факты, естественно, происходит очень большое возбуждение Среди теоретиков Появилась масса нестандартных моделей Солнца То есть, вот они тут перечислены Я их особенно зачитывать не буду Смысла особого нет Часть из них уже умерла и не рассматривается Ну, вот, например, одна из моделей была с отсутствием образования бериллия седьмого Поэтому, в частности, задумались люди о том, что надо бы измерять и эту реакцию Ну, из таких достаточно юридических идей была, например Что Солнце горит не за счет ПТ-реакции, а за счет СНО-цикла То есть, оно старое у нас Ну, вот, Джон Беккол в своей книге, которую я рекомендую к прочтению Она есть в переводе на русский язык, нейтринная астрофизика В общем, ну, она в 93-м году переведена, но до сих пор достаточно актуальна У него очень мудрое замечание Из рассмотренных моделей, ну, вот, часть из которых была представлена на предыдущей прозрачке 90% предсказывали пониженный поток Ну, понятно, что это не улучшение модели, а просто подгонка под результат Потому что, ну, если вы улучшаете модель, то приблизительно в половине случаев у вас будет, наоборот, увеличение поток Ну, и, как я уже говорил, Редевис получил Нобелевскую премию Ну, вот, вклад Джона Беккола, может быть, остался неоценен Потому что умер он в 2005 году, к сожалению Ну, переходим к следующему эксперименту Это тоже радиохимический эксперимент Галливый В 1965 году предложен Кузьминым Ну, это, опять-таки, обратная бета-реакция нейтрина на галлии 71 С образованием тоже радиоактивного Германия Очень маленький порог Вот, 233 То есть, если у предыдущей реакции порог был 814 КФ То есть, ну, это чуть-чуть ниже, чем бериллиевая нейтрина То у этого 233 То есть, мы уже цепляем частично Приличную часть ПП-спектра А пороги реакции откуда получаются? Теоретически рассчитываются? Ну, это можно дать, как упражнение посчитать по разности энергии Да, но, экстрементально они этого не проверяли Ну, откуда знаешь, какой порог был? Ну, ты считаешь, масса-то известных считаешь По таблице, как масса Да, с хорошей точностью это все известно Вот, ну, им же был предложен метод калибровки То есть, вот, Хром-51, у которого есть нейтрино Нейтрино, ну, в районе 750 КФ То есть, он предложил создать вот этот изотопный источник Поднести его к детектору Опять-таки, в чем недостаток? То есть, когда есть у нас искусственный источник Солнце-то мы выключить не можем То есть, обычно как? Выключается источник, делается измерение фона Потом включается источник и делается эксперимент Вычитается одно из другого, получается результат Солнцем такой фокус не проходит Поэтому нужна какая-то независимая калибровка Вот, вот, это очень ценно, конечно, предложение Что? Днем оно включено, а ночью-то оно вывело, выключено Мы же смотрим на нейтрино Нейтрино Землю совершенно не чувствует Но я это немножко буду обсуждать Потому что, может быть, там в каких-то моделях Оно и могло бы чувствовать Землю Но это уже не связано с потоком Нейтрино связано с осцилляцией Это тот же Кузьмин, который из КЗК эффекта? Да, тот самый Тот самый, да? Владимир, отчество Никола На этой идее было сделано два эксперимента Один в Европе, другой Ну, в Советском Союзе он начинался До сих пор он идет, поэтому он уже российский Ну, в Европе это Galix GNO У нас это Sage Sage это Soviet American Germanian Experiment Germanian Experiment Ну, сейчас он называется русско-американский Но буковку S они не поменяли Галлиум эксперимент Галлиум, да, эксперимент Буковку на R они не поменяли Потому что звучало бы неблагозвучно Ну, видел я перевод этой аббревиатуры И на русский Как SAGE Советско-американский галливый эксперимент Но, опять-таки На RAGE никто не менял Проблема с созданием этого эксперимента была Ну, достаточно серьезная Потому что необходимое количество галлия Оценивалось Вот, когда эксперименты были сделаны В одном использовалось 30 тонн галлия В другом 50 А это сопоставимо с мировым производством галлия Поэтому были сильные сомнения Что это реализуемо Например, в 1981-1985 году Американские физики выходили с предложением в DOE Департаментенеджи Оба раза получили отказ И, в конце концов, получили рекомендацию Сотрудничать с Европой или СССР Если вдруг там будет создан какой-то эксперимент Ну, и в конце концов Американские физики присоединились к СССР К эксперименту, который проводился на Баксане Организовали коллаборацию с SAGE А галлию у нас сделали, да? В Галлии, да У нас построили фабрику в Казахстане В Европе построили фабрику, соответственно, в Австралии Европейцы В Европе начали в 1984 году Под руководством вот этого человека Тил Кирстен В СССР, соответственно, за эту работу отвечал Владимир Николаевич Гаврин Бессменный руководитель Ну, эксперимент Галликс и GNO, к сожалению, убили Волевым решением SAGE пока что набирает данные До сих пор набирает данные Ну вот, вот так вот выглядел Галликс Ну, бочка С жидким Здесь использовался хлорид Галли Галли-хлор-4 Вот в сравнении с человеком Но я, к сожалению, не нашел такой же картинки для Для SAGE Ну, вот нашел фотографию Это жидкий металлический галли в окошке химического реактора То есть в российском эксперименте В российско-американском эксперименте Галли используются в металлическом виде И, соответственно, извлекаются из металла Потом Германию Потом, соответственно, извлекаются из Германии Результаты Результаты достаточно обескураживающие, опять-таки То есть вот результаты Галликс с GNO Вот они, результаты SAGE Естественно, здесь есть разброс по отдельным точкам Но средняя достаточно стабильна Для Галликса это 65,8 на цену Для SAGE 65,4 Согласие просто идеальное Предсказание модели Ну, от 110 до 130 То есть ровно половина А вот там Галли-хлор-4 То есть там около разгром на ряб Да, ну, как я говорил Ряд, пороги разные Поэтому цепляются разные солнечные спектры Ну, вот это вот было То есть момент, когда были опубликованы первые результаты Ну, вот начало 90-х Когда стало понятно, что видит этот радиохимический эксперимент Видит немножко больше, чем предыдущий Меньше, чем предсказание модели И более того, плоским Подавлением сигнала по всему спектру Это не объясняется То есть стало понятно, что спектры искажены Ну, понятно, потому что разные части спектров Ну, более того Если взять Результаты экспериментов По ВОР-8 Просто экстраполировать их на более мелкие энергии Вычесть ВОР-8 То окажется, что нет места для бериллия То есть такое было впечатление, что от бериллия это ничего и нет Ну, а вот, кстати, галия нету там изотопа, который бы тоже димитрино давал? Нет Нет, нет Или который бы там давал какие-нибудь... Нет, нет, нет Нет, 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 конечно Ну, вот в этой табличке сведены результаты радиохимических детекторов Ну, вот, холмстейк Ну, вот он уже Доля от предсказаний стандартной солнечной модели Ну, с учетом неопределенности стандартной солнечной модели То есть здесь, видите, треть Ну, а здесь половина для галиевых Ну, вот я говорил о массе Ну, холмстейк использует 615 тонн хлорки Сэйдж от 50 до 57 Ну, вот с этим связана история Это систематическая ошибка Часть галия в процессе работы украли Поэтому, ну, может быть, по окончании эксперимента Когда его будут извлекать, его взвесят И тогда станет понятно, с чем работали Но пока что это входит в систему Не знают, сколько бумаги Пытались украсть весь Было очень большое давление Но вот, с счастью, наши физики выстояли Правительственные бумаги были Продать галей, передать Он был, более того, он был продан Его нужно было только передать В общем, кашмар 90-е годы Не отдал Было выдано распоряжение Как только поступает галей с обработки Тут же заливать его в реакторы Поэтому даже вооруженные люди в масках Которые туда врывались Они не смогли ничего забрать В общем, эксперимент устоял Ну, вот такая ситуация была Ну, это начало 90-х Когда детекторы запустились То есть, вот такая картина была Что в одном эксперименте Треть, в другом половина Ну, к 90-му году появились уже Результаты с другого эксперимента Ну, вот я их назвал Детекторы прямого счета Это то, что называется Real-time detection То есть, это не радиохимические И это Ну, первым детектором Это был Камиоканте Он использовал реакцию Упругого рассеяния Нитрина на электроне То есть, естественно То, что мы видим Это мы видим рассеянный электрон И он дает вспышку Ну, в данном случае в воде Можно еще использовать Жидкий сенсулятор Тогда будет немножко Будет эффективнее В свечивании Но не будет направленности Естественно, для них Была важна направленность Они отбирали именно Те нейтрины Которые пришли от Солнца По углу Ну, следует рассказать, конечно Об этом детекторе Который был расположен В шахте Камиока Оттуда и название Камиоканде Первый Камиоканде Потому что нейтрины Начали считать на втором Камиоканде Первый Камиоканде Это был Вот это NDE Это Nucleum Decay Experiment Это был эксперимент По поиску распада протона Вот такие Ну, опять-таки Эти эксперименты Закрыли Один из вариантов Теории Великого Объединения СУ-5 Но в какой-то момент Вот она, картинка По распределению По энергии В какой-то момент Стало понятным Что можно Опуститься В низкую порогу То есть Ну, вот здесь Порог где-то между 30 и 60 Электронами Которая соответствовала 50 мевам Для регистра... 15, пардон 15 мев Это Эндпоинт Бора 8 Ну, чуть-чуть спустись Казалось бы И уже будешь видеть Электронные отдачи От борных нейтрин Вот Ну, вот эта идея Была реализована Вот несколько фотографий Вот она бочка Но это супер Камиоканде Это не Камиоканде 2 Камиоканде 2 был 3 тонны Супер Камиоканде 3 килотонны Супер Камиоканде 50 килотонн Они плавают на лодке Монсируют фотомножители Это фотомножители Ну, вот это вот Будущий Нобелевский Лауреат Кошеба С фотомножителем Он Об этом фотомножителе Упоминает даже В своей Нобелевской лекции Это хамаматсу С 50-сантиметровым Диаметром фотокатоны Огромные фотомножители Чтобы собирать свет Вот так вот Выглядят события Это Черенковские кольца Они в этом Детекторе умеют различать События, пришедшие От электронных И мионных нейтрино Это важно Я об этом тоже расскажу И Ну, вот Очень такая Познавательная картинка Это нейтринограмма Солнца Ну То есть здесь В угловых координатах Просто показано Направление на Солнце Ну, Солнце здесь Очень большое Но это связано, конечно С неопределенностью Восстановления угла Это мионное кольцо было, по-моему Может быть, да Электроны как раз более размазаны Электрон болтается Ну, а реально угловой размер Солнца Ну, то есть На этой картинке Ну, я думаю, где-то вот в центре Один пиксель Где-то так Потому что Ну, это я так понимаю В общем-то Все небо развернуто Там на картинках Которые показывают По углу Видно, что где-то До 30 градусов Они видят Солнечные нейтрины Поэтому Ну, все-таки Точность вставления Низкая Тяжело Требуется Более высокой Ну, что получилось В этих экспериментах Ну, все они Сведены в одну табличку Начиналось все это С детектора Камиоканды-2 Потом они сменили Электронику Назвались Камиоканды-3 Потом они добавили воды Получилось Супер-камиоканды 50 килотонн Набирали они Полторы тысячи дней Ну, пять лет Потом случилась беда Взорвался один Из больших фотомножителей Пошла гидродинамическая волна И снесла Напрочь Пять тысяч фотомножителей Из 11 тысяч Установленных Вот Ну, японцы Не унывающие люди Они вычистили Все это стекло Залили воду Три года набирали они Искали деньги На недостающие фотомножители Набирали данные С половиной фотомножителей Успешно Переустановили Все фотомножители Набирали данные Еще два года Ну, почему-то остановились Хотя было очень важно Я тоже покажу картинку Почему Было очень важно Конечно Хотя бы 10 лет статистики Вот с этими 50 килотоннами Но сейчас они С восьмого года Перешли к фазе T2K И вот последнее Событие Это наблюдение Шести событий В пучке Шести электронных Шести нейтриноэлектронного флевера В пучке Мионных нейтрино Которые Трактуются Как Присутствие осцилляции И они Считают Обл Это 1.3 Из этих данных Ну, результаты Как видите Они сильно не менялись Со временем Так, ну у меня А, нет у меня здесь Общего результата Но Здесь уже в потоке 10.6 Но вы помните Из той таблички Там было 5 или 6 В зависимости от Low-Z High-Z модели Ну, в сравнении с пятеркой Это тоже Где-то 40% То есть, в принципе Это третий результат Потому что Это не третий Не половина Ну Так, я сейчас Расскажу о другой вещи Потому что Когда мы рассказываем О суперкамиаканде Конечно, тут же вспоминается Вот за что Коши бы, собственно Получил Нобелевскую премию За наблюдение сверхновой Поэтому Нам надо отступить Немножко от солнечной нейтрины И рассказать о наблюдении Этой сверхновой Ну Считалось, что Энергия нейтрина Описывается распределением Больцмана во вспышке Вот То распределение Которое было На одном из первых слайдов Очень большая энергия Выделяется 2,4 на 10,53 Большая часть В виде нейтрина Около 99% Очень короткая вспышка 10-20 секунд Естественно, все Эксперименты Которые Чувствительные Солнечный нейтрина Естественно, они все будут Видеть нейтрина Вот именно галактические Которые не очень далеко Среднее количество Ожидаемых вспышек В нашей галактике Ну, вот здесь написано 3 плюс-минус 1 в столетие Ну А почему боль? Что не боль? Тепловое Планковское Ну, Планковское Да Почему-то боль Ну, на самом деле Оно другое Я об этом скажу Ну и вот В 1987 году Вот оно Событие года В тайме Случилась вспышка Сверхного 1987а На расстоянии 55 килопарсек В Большом Макеллану Для расчетов Сейчас обычно Используется Стандартная свеча На расстоянии 10 килопарсек Ну, это Соответственно 50 в 5 раз дальше Поток В 25 раз меньше Тем не менее Около 20 событий Было зарегистрировано В двух экспериментах Камиоканды На тот момент Два Это был не супер Камиоканды К сожалению Всего три тонны Еще один эксперимент АМБ Это тоже Эксперимент Который искал Распад протонов Он был немножко похуже Потому что у них был Повыше порог Солнечный нейтрино На солнечный нейтрино Они не замахивались У них было 20 МФ А у Камиоканды Два было 6 МФ Очень много Теоретических статей По этим данным Написано Ну, следует отметить Что еще два Детектора На самом деле Видели Эту вспышку Это детектор ЛСД Под Банбланом В котором В частности Группа Изияи Участвовала И На Баксане Тоже видели Но Проблема была в том Что часы Были не согласованы То есть Не было абсолютного времени Ну, вот эту ошибку Сейчас ученые учли Ну, я потом скажу об этом Ну, была масса Теоретических статей Ну, вот следует Отмечать В том числе Ограничение на массу нейтрино Можно по размазыванию Времени прихода Нейтрино Ограничить Масса антинейтрино Была ограничена 15-30 электрон вольт В зависимости от моделей Магнитный момент нейтрино Был, например, ограничен 5 на 10 минус 12 Магнитонов в гору Ну, пока что В прямых экспериментах До этого значений не дошли Но Все-таки Это модельно-зависимый предел Поэтому Прямые измерения У них тоже важны Что? Долго? Ну, 10-20 секунд И вот на этой шкале Последнее событие Пришло между 12 и 13 секунд Ну, опять-таки Здесь тяжело говорить Потому что Я не думаю, что там была Секундная точность Согласования С Боксаном Или с ЛСД Ну, тогда казалось Что все просто В тот момент Казалось, что вот Распределение Тут Планковское Знающие люди подсказывают На самом деле Это не так просто Потому что Сейчас теоретики Пришли к тому Что На самом деле Возможно Коллективные явления При Спешки сперновой Просто Из-за большой плотности Нейтрино Они начинают Взаимодействовать С друг с другом Начинаются Асселляции Просто Из-за очень Высокой плотности Поэтому Возможно Вот такие вещи Как вот Если бы не было Расщепления Ну вот Вот нейтрино Вот нейтрино Других флейворов А на самом деле Мы можем видеть Ну видите Что часть нейтрино Осцеллировала В другой флейвор Ну и соответственно Сечения другие Мы видим по другому Эту картину И Сейчас уже Вот то ощущение Простоты Расчетов Оно ушло Ну плюс еще Накладывается то Что первые расчеты Делались в сферически Симметричных моделях Сейчас люди перешли К сферически Несимметричным Поняли Что они намного Более сложные Если кто-то Из теоретиков Захочет заниматься Сверхновыми Это непаханное поле Можно этим заниматься Рассчитывать Некимный спектр Лучше Ну рано или поздно Сколько новое вспыхнет Ну вот это Красивые картинки То есть До вспышки После вспышки Ну вот здесь вот Показана Показана картинка Это детектор Борексина Про который я буду Рассказывать немного позже Ну вот его чувствительность К стандартной свече На 10 килопарсеках События в разных каналах Ну во первых Для нейтрино Возможно Упругое рассеяние Ожидается 5 событий На 300 тонн Жидкого сенсилятора Обратный бета-распад Ну это Подавляющее большинство событий 78 штук Нюпэ Рассеяние 52 события Возбуждение Уровня 15,1 мэва В углероде 18 событий Ну и еще несколько Менее вероятных реакций Все вместе Около сотни событий На вспышку Ну опять-таки Как я говорил Учли опыт печальной Несогласованности часов И что сделает сейчас Вот вспыхнет В 2000XX году Сверхновая Ну мы к ней готовы Мы организовали Сеть больших детекторов Нейтрина То есть это все Детекторы существующие В скобочках показано Ожидаемый счет Количество нейтрина Вот На южном полюсе Будет даже миллион Событий Посчитано Во льду Имеется ввиду Вблизи вспыхнет То есть какие расстояния 10 килопарсек 10 килопарсек Стандартная свеча 10 килопарсек Это ничего тут неожидаемого Ну посчитано 10 килопарсек Вспыхнет дальше И считаем просто Что? Ну стоясь в 100 раз меньше Ну квадрат просто Ожидаясь Вспыхнет в нашей галактике Мы говорим про нашу галактику Поэтому 10 килопарсек Это разумное расстояние Пришло-то не из нашей галактики Тогда пришло с 55 Но она была не в нашей галактике Просто так получилось Что близко А Байкал почему отсутствует? Если Байскубе так много Тогда в Байкале точно должно быть Ну Байкальского просто Он еще не включен в эту сеть Это уже готовая сеть Куда эксперименты подключены То есть чего не хватает для этого Чтобы Байкал включить? Ну я думаю пока объема не хватает Не, ну объем если там все Нет, объем Ну вот Говорят Ну С-Ньюс Это суперновый Эоли-Горнин-Систем Идея Этой системы Ну во-первых Идет привязка К глобальному времени Во всех экспериментах И Можно сделать Треангуляцию Просто можно вычислить По нейтрино Точку Где вспыхнула нейтрино Навести туда оптику И где-то через 2-3 часа Мы получим световой сигнал Потому что нейтрино Как ни странно доходит Ну физика Вспышки сверкновых Такая, что сначала идет Нейтрино Нейтриный сигнал Только потом доходит свет Ну здесь вот Следующее поколение Детектора Чистительных Сверхновым Ну речь идет уже О мегатоннах Или в случае Жидкого сенсилятора О 50 килотоннах Конечно это уже Совсем другой будет счет Ну пока что Эти проекты Не финансируются Поэтому непонятно Возможно ли они Но вот Лена Она активно обсуждается Ну возвращаемся К нашим Солнечным нейтрино Вот так вот Представлялась картина В начале 90-х Ну вот треть Вот четвертая часть Вот половина Это флорный эксперимент Галевые эксперименты И водно-черенковские Ну Здесь вот еще один эксперимент Но он закрыт квадратиком Ну Опять-таки Естественно Такие разногласия Они очень возбуждают теоретиков Огромная масса предложений По решению этой проблемы Но на сегодня Осталось фактически одно Это нейтринная осцилляция Вот Ну две статьи Грибов-Пантекоров 69-й год Хотя предложил он Еще раньше Еще до солнечных экспериментов Вольфенстайн 78-го В материи То есть перечислять Конечно я не буду Список все равно неполный Ну вот О том Насколько было серьезно И как ее воспринимали физики Вот говорит например Вот эта статья Опубликована в 95-м году Когда уже Все эти эксперименты Были сделаны И когда уже Был механизм Причем очень такой Естественный Осцилляция Михеева Смирнова Вольфенштейна Была опубликована Ну я не знаю Это переводная статья Или оригинальная Потому что Моррисон Это человек из Церна Естественно он писал по-английски Постепенное исчезновение Трех проблем Смирнового Ну это вот как раз Иллюстрация того О чем говорил Дима Вчера на лекции На десятки страниц Человек доказывает Что мы много раз встречали Ситуацию Когда с течением времени Экспериментальные результаты И теория сходились Поэтому его вывод был Нам надо подождать И наверняка Проблема это исчезнет И вот он показывал Что она постепенно исчезает Вот Ну вот на самом деле В следующем году В 96-м году Была опубликована статья В которой было показано Что даже в отсутствии модели Солнечной Ну а что такое солнечная модель Это Ну фиксация Вот этих нормировок Ну вот эти люди Что сделали Они просто отказались От фиксации этих нормировок В связи с моделью Просто сделали Линейную комбинацию Тех спекторов Которые я показывал На соответствующей картинке И попытались Сделать подгонку Экспериментальных данных И у них получилось Расхождение на уровне Многих сигма И фактически это говорило Что проблема Это не в солнечной даже модели Какая бы она ни была плохая Хорошую солнечную модель Создать нельзя Которая описывала бы Экспериментальные данные Ну вот Дима вчера рассказывал О высоте реакции нейтрино То есть я сейчас Остановлюсь на основных моментах Ну естественно В дуфлеерном варианте Достаточно просто То есть мы считаем Что чистыми состояниями Являются массовые Ну и из этих массовых Составляем нечистое Флейворное состояние Записываем в уравнение Эволюцию состояния Можем в любой Ну точке пространства Там или времени Можем посчитать Вероятность соответствующего флейвора Ну типичная картинка Здесь L нарисована Ну естественно лучшая Единица была бы L на E Потому что она входит Вот в эти формулы Красивая В 1978 году Была Ну вот гениальная догадка Валентинштейна Что На самом деле Нейтрино электронные И других флейвора Они взаимодействуют Солнце-то по-разному Потому что У электронных нейтрино Есть и заряженные Только нейтральные А у всех остальных Только нейтральные Поэтому появляется Некая добавочка Которая наводит массу Даже в отсутствие массы Нейтрино На самом деле она бы была И возникает смешивание в веществе То есть вместо угла смешивания Появляется угол Вот это Тета-М М это мета-вещество Для разных плотностей Ну оно зависит От плотности вещества Для разных плотностей Соответственно Получаются разные углы То есть когда плотность Очень маленькая Угол этот Равен Углу В вакууме Если плотность электронов Равна резонансу Можно просто посчитать Условия резонанса Когда это равно нулю Тогда этот угол Это π на 4 Ну то есть Синус в квадрате Двух тета Будет единица Это максимальное смешивание Резонанс Михеева-Смирнова-Флинштейна Он сейчас называется Ну и если плотность Очень высока То угол этот π пополам И вот тогда Обратите внимание Что получается Когда Это дело исчезает Тогда получается Что электронная нейтрина Рождается как раз В состоянии ню один Потому что π пополам Соответственно Ну Посинус или синус Соответствующий исчезает И получается Что флейворное состояние Соответствует массовому Следующая догадка Это вот Работа Михеева-Смирнова 1985 год Вольфенштейн рассматривал Постоянную плотность А нейтрино Это движется Выходит из центра Фактически Там очень узкая Маленькая область рождения И по пути Оно проходит Через разную плотность вещества И тогда Если записать Уравнение эволюции То вот здесь Вот это изменение Угла Ко ДХ И из одного Массового состояния В другое Можно перебросить Только если Вот эти Недиагональные элементы Не равны нулю Ну Плотность вещества Меняется достаточно Медленно Но на самом деле Это спор у теоретиков Можно Использовать Вот это условие Адиабатичности Или нет Но вот если Его можно использовать То нет возможности Перепрыгнуть Между состояниями И тогда нейтрино Родившийся Ну например Электронный нейтрино Родившийся В состоянии Ню2 В момент резонанса Вот точнее наоборот В ню1 То есть оно так и остается Ню1 И тогда Так Как это объяснить Ну то есть Электронный нейтрино Рожденное в состоянии Ню1 Выходит После резонанса В состоянии Ню2 Олег Извини Справа У тебя центр Солнца Слева Ну да То есть наоборот Вот Ну то есть получается Что Один из углов Описывает Выход Если мы Имеем Достаточно Высокую плотность Вещества И достаточно Высокую энергию Чтобы это Условие резонанса Осуществлялось То тогда Мы работаем С вот Вероятность Выживания Так называемой То есть то что Электронный нейтрино Родившийся Как электронный нейтрино Выйдет Как электронный нейтрино Это Единица Минус 1 Вторая Синуса Квадрата Тета Если Ой Пардон 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 Все с точностью Наоборот То есть Вот он Синус квадрат Тета Для больших Энергий То есть Вот это Опять Перепутал Откуда Где большие Энергии То есть Здесь Эффект Вещества Ну а здесь Просто Остелляция Вакуума То есть Одна вторая От соответствующей Синуса квадрата Вот Ну вот Это Типичная Картинка Здесь Для очень Больших Энергий Которых Нет В солнце Здесь Нарушаются Условия Диаботичности Опять Идет Рост Вероятности Выживания И Ну вот Эта картинка Которая Впервые Была Предсказана Смирновым И Михеевым Она собственно И дает Вот это Неравномерное Подавление Спектра В нейтрино То есть Борные Нейтрино Подавляются Приблизительно Остается От них Треть Потому что У них Высокая Энергия И Их Подавление Определяется Остелляцием Веществе Ну а Более Низкие Энергии Они Не подавляются В веществе И Их Вероятность Выживания Определяется Просто Вакуумными Осцилляциями Ну вот Еще Опять-таки Возвращаясь К детектору Суперкамиоканды Еще В 1988 Году То есть Еще До всех Этих Сомнений Они Наблюдали На уровне 4 сигма Осцилляции Нейтрино Ну тут В чем Суть Космические Лучи Рождают Пионы Которые Распадаются На мионы Которые Естественно Сопровождаются Мионным Тиком Нейтрино Мион В свою очередь Распадается На электрон И Испускается Еще Ну соответствующий Тип Электронного Нейтрино И Естественно Мионное Потому что Для сохранения Флейвора То есть Во всей Этой цепочке Получается Два Мионных И одно Электронное Ну Здесь Не важно Нейтрино Антинейтрино Если Мы Все Просуммируем То Должно быть На два Мионных Одно Электронное А они Видели На одно Мионное Одно Электронное Уровень Был достаточно Хороший Четыре Сигманы Но тем не менее Никто не поверил Почему Понятно Потому что Очень тяжело Развитие Ливня Предсказывать И там Используется Монте-Карло Достаточно Сложное И В принципе Толчком К созданию Пятидесятонного Супер Камиканда Было даже Не Измерение Солнечных Нейтрино С более Высокой Статистикой А именно Наблюдение С более Высокой Статистикой Атмосферных Осцилляций И В 98 Году Когда уже Был запущен Детектор Супер Камиканда Была сделана Обработка Данных Они подтвердили На уровне 6 сигм То есть Статья Которая Была опубликована Называлась Уже Наблюдение Не Указание На эффект Осцилляции А именно Наблюдение Соответствующих Осцилляций Ну Можно сказать Что Проблему Для сомневающихся Закрыл Детектор СНО Это тоже Детектор Прямого счета На тяжелой воде Тоже Глубоко Под землей В Канаде Ну Шахту Я упоминал Это 6 километров Водного эквивалента За сутки Детектор Регистрирует Около 10 Нейтринных Событий Ну Вот В этих Реакциях То есть Почему Используется Тяжелая Вода Ну Нейтринов В заряженном токе Разваливает Дейтрон Можно регистрировать Электрон Который вылетает В нейтральном токе Опять таки Разваливается Дейтрон Но Тут вылетает Дейтрон Но вылетает Нейтрон Который можно Очень эффективно Регистрировать За счет Разных реакций Которые я покажу Позже Ну Есть еще Упругое рассеяние Но здесь Сечение разное Для электронных И других Флейворов Ну Скажем так Для мионных И таонных Привительно Одна шестая От сечения Ну для этих энергий От сечения На электронах Было Три фазы Эксперимента Но они Отличались Только Способом Регистрации Нейтронов В первой фазе Это был захват Нейтрона На электроне Во второй фазе Детектор посолили Использовался Захват на хлоре 35 Очень Высокое Энерговыделение При этом захвате Ну и В третьей фазе Провесили Нитки Гелитресчетчика Третьевых счетчиков Которые Очень эффективно Регистрируют Нейтрон Ну вот Можно видеть В публикациях Подобного Плана Картинки Я поясню Что это такое Но Вот это вот Заряженный ток Который Точнее Вот так По осям На этой По этой оси Отложен поток Электронных Нейтрина По этой оси Отложен поток Всех остальных Ну естественно Для заряженного тока Регистрируется ток Нейтрина Поэтому Регистрируемый сигнал Определяет поток Нейтрина В упругом рассеянии Есть небольшой наклончик Вот на уровне Этой Одной шестой Ну и для Нейтрального тока Здесь наклон большой И пересечения Вот этих вот Всех кривых Дает Ну В данном случае Эллипс Наибольшей вероятности Наибольшей вероятности Сигнала Ну вот она Точка Наибольшей вероятности Сигнала Вот это вот Предсказание Стандартной модели Ну и видно Что на этот раз Предсказание Совпало с измерением Вот это был Первый эксперимент Который Развеял все сомнения Здесь вот Результаты СНО Для трех фаз Сведены в табличку Собственно Я не буду уже Ставаться Я обо всем рассказал Можно сказать Что И что они попробовали сделать Они попробовали еще Снизить порог У них достаточно Высокий порог Около 6,5 мф Была опубликована Недавная статья С низким порогом Так Ну это картинка Это вот как раз Просто я снял квадратик Соответствующий Тоже видно Вот здесь вот Последняя картинка Для полного потока Есть согласие с моделью Так Ну у меня времени осталось мало Я даже не знаю Как лучше поступить Ну наверное Вот эту я покажу Последнюю Это статус МСВ решения На тот момент Когда появились Вот эти вот данные До Исона Что это было Это было Два Два радиохимических И суперкамиоканды Ну про эту диаграмму Уже рассказывали Здесь по одной оси Отложен угол смешивания Который определяет Амплитуду осцилляции Ну а по другой оси Отложена дельта М квадрат Ну и соответственно Область разрешенных параметров Закрашена для разных экспериментов По разному Пересечение областей Соответственно Дает разрешенную область параметров Вот И до СНО Было четыре разрешенных Областей параметров Так называемых Вот это ЛМА решение Большой угол смешивания Лач Миксинг Энгл Малый угол смешивания Так называемое решение Лоу Ну и вакуумное еще решение было В апреле 2002 Появились данные СНО Ну и вот как видно Осталось только две области То есть Лоу Миксинг Энгл Тут же ушел Осталось ЛМА И с меньшей вероятностью Вот эта вот область Лоу еще осталась В декабре 2002 Другой детектор Камланда Которым я буду рассказывать дальше Ну уже видно на второй лекции Потому что у меня осталось две минуты Опубликовал свои данные Ну это жидко-сенсилиционный детектор В той же шахте Камиока Вот оттуда Вот это Кам Ну это уже эксперимент С реакторными нейтринами С реакторными нейтринами То есть это уже вторая часть моей лекции И они исключили все Кроме ЛМА решения То есть вот на декабре 2002 года Была выделена одна область параметра То есть фактически Полная картина Остелляции Михеева-Скорного-Вольфенштейна Единственное, что для этого требуется Это соблюдение ЦПТ-теории Ну вот сейчас появились некие Сомнения в ее правильности Об этом я буду рассказывать дальше То есть статус на сегодняшний день вы расскажете Да, расскажу Так, ну Это уже часть реакторная у меня пошла На этом я тогда остановлюсь Так, вопросы Погромче Погромче, трактор А было бы не было улучшения ЦПТ-теорема? Смысл? Не, ну Если ЦПТ соблюдается То нейтрины не отличаются Антинейтрины в этом смысле В смысле осцилляции То есть тогда мы можем использовать Реакторный эксперимент Это антинейтрины Все, что было до этого Это нейтрины Поэтому, чтобы вот так вот На одну картину все это наложить Конечно, нужна ЦПТ-теорема Почему не соблюдается ЦПТ-теорема? Я собрался вот показывать две прозрачки Потому что, опять-таки, это то, что возбуждает очень теоретиков Есть несколько аномалий Вот одна из аномалий обсуждалась вчера В прозрачках немножко путанных Ну, вроде разобрались до конца В чем там дело Это ЛСНД и мини-бум То есть они видят какие-то осцилляции И объясняют это стерильный мини-бум Есть еще аномалия Не в экспериментах Вот в калибровках с источниками Галевый эксперимент и хлорный эксперимент Хлорный не калибровался Галевый эксперимент И на Баксане, и в Грансасе Они калибровались, во-первых, с источником Предложенным Кузьминым С хромом 51 Ну и потом был еще сделан Аргон 37 Тоже такой гениальный источник Пробил его Гаврин И делались четыре экспозиции И только в одной из четырех Предсказание совпало с измерением Точность приписана 10% С Аргоновым источником получилось 0,78 плюс-минус 10% И два раза Один раз в Грансасе, один раз на Баксане Получалось 0,9 То есть минус что-то Но в среднем это где-то больше, чем на одну сигу Меньше, чем предсказывание Ну, по теплоте выделения там измеряют Теплота энерговыделения на уровне низких Теплота на уровне низких процентов измеряется Поэтому, в общем-то, достаточно хорошо можно предсказать выхода нейтрин Вот это вторая аномалия Потому что если верить тому, что они действительно намерили поменьше Складывается такая картина, как будто есть осцилляция на очень маленьких расстояниях Ну, естественно, источник стоял очень близко Вот, есть еще третий факт Я тоже буду рассказывать про реакторные эксперименты Если свести их все в одну таблицу, очень много Ну, штук 15, наверное, реакторных экспериментов Оказывается, что неправильно считали интенсивности То есть неправильно был нормирован поток То есть, вот это, по-моему, в январе-феврале была работа Французская команда Они показали, что, ну, где-то на 3% на самом деле поток повыше должен быть И тогда, ну, естественно, там у всех было согласие в единичку То есть, ну, не знаю, может быть, это был человеческий фактор Может быть, что-то другое Ну, он весь лежал на единичке Если эту линию поднять на эти 3%, то такое коллективное разногласие на уровне 1,6 сигнал опять-таки появляется И это тоже можно объяснять исцелляциями стерильной и нейтрино Для этого нужно нарушение цепототеаремы Вторая строчка, там у вас произведение матрицы, что ли, да? Выяснили эту вторую строчку? Что это такое? Здесь вот эту? Да Ну, это факторизация матрицы И как-то разные параметры с разных мест В смысле? То есть, вот так, чисто математическая факторизация Ну, это факторизация, да Ну, я об этом на следующей лекции начну Ну, это уже Дима рассказывал, в общем-то Я как бы показываю только так, чтобы напомнить Рассказывал-то, да? Ну, да, что-то разница просто, чтобы еще вот эту последнюю добавили Где там фазу Ну, да, здесь сюда занесли фазу Ну, вот Дима объяснял смысл, почему ее сюда занесли Она, кстати, сейчас вот в последнем анализе-то вылезла Эта фаза Да Ну, у вас еще в этом последний матрицы Ну, здесь вот без нейтринный бета-распад просто Для без нейтринного бета-распада вынесли, да Хорошо? Еще вопрос? Да, куда есть соображение ограничений на магнитный момент внутрино-отверху? Ну, по скорости остывания, очевидно Ну, там очень сильно зависит от модели Ну, эту статью легко очень найти Посмотрите, если интересует Ну, я буду, покажу тоже две прозрачки Как это делается в нормальных экспериментах Не в теоретических Ну, вот, и все Такой вопрос Меня вот удивило очень то, что к нам нейтринно придет быстрее, чем свет Ну, скажем, при вспышке Вот это вот как-то вот Да, меня это тоже удивило, но вот есть такой факт Я, к сожалению, больше не могу Ну, они раньше спустились, да, чем свет Просто механизм стушки спиртновой такой, что он и спустился раньше, чем свет Они потом, конечно, должны дольше лететь Ну, ведь скорость света же, по сути же, больше Нет, нет, сам механизм высвечивания, вот именно свет Свет начинает высвечиваться через несколько часов Только они летят нам сколько там световых лет Очень большое, как бы, ну, расстояние То есть свет мог бы догнать и перегнать Нет, ну, и свет-то безмассовый Нейтрино, по идее, должно были бы отставать Если бы не безмассовый Ну, вот, а получается наоборот То есть свет, ну, как бы, прогоняйте Нет, ну, вот солнце же светует Из ядра нужно миллион лет, чтобы выйти Да, да, да Ну, там суперновое, дайте несколько часов, чтобы там свет вышел Наверное, есть какая-то какая-то Ну, есть какой-то механизм, я не знаю, Сергея Попового нет, чтобы прояснить Нет, это среда Он имеет в виду то, что, понимаете, даже в пульсе нейтрино Чуть раньше испустились на несколько часов А, нет, ну, это можно посчитать Но свет тогда должен прийти быстрее Нет, ну, ты видел, что там разброс, это, речь идет о секундном Там расстояние, да Это просто мерит очень много сверхновых на разных расстояниях Тогда это может быть... Хорошо, ну, ладно Может быть, там где от таких горных дискуссий будет еще много времени Но есть еще конкретные вопросы Если нет тогда объявлений сейчас как... Нет, я просто хотел маленьких комментариев Собственно говоря, из-за того факта, что нейтрино приходит раньше, чем свет И делается ограничение на массу нейтрино То есть, если бы оно было более тяжелым, оно пришло больше Нет, ну, до этого мы вчера... Нет, там по размытию, на самом деле, по размытию Потому что разные флеворы, разные массы и по размытию А так, абсолютно, я не знаю, может ли ты приносить... Ну, слабенькая гранжи Ну да, может, они не на 10, а на 20 минут больше отлучились, чем вспышка, например Никто не знает Хорошо, да, то есть, я не знаю, как сейчас быть... Надо просто на разных расстояниях там несколько набрать, чтобы у нас будет... Ну да, вот... Давайте, сейчас у нас будет кофе-брейк на 10 минут Субтитры сделал DimaTorzok